Внезапно в вас появляется определенная целостность. Просто потому, что вы очистили свою ауру, существуют различные способы очистки воды. Желательно, чтобы хотя бы питьевая вода была очищена таким способом, который не используют химикаты. В вас происходит определенное очищение измерения Акаша. В какой-то момент вы вдруг почувствуете некую свободу внутри. Лучше всего ауру очищает морской бриз или воздух на горной вершине. Потому что в этих местах меньше турбулентности. Там ровная поверхность, и в ветре нет резких колебаний. Когда я говорю о колебаниях, лодка, идущая по воде, оставляет рябь. Поначалу рябь заметна, но через некоторое время ее уже не видно. Но если вы пересечете эту волну на другой лодке, то вас скачнет, ведь колебания еще продолжаются. Если воздух движется по поверхности Земли, особенно в городах или где-то, где много препятствий, количество создаваемых колебаний будет значительным. Вместо того, чтобы называть это колебанием, скажем, что будет присутствовать значительная турбулентность. Такой воздух вам особо не поможет. Но скажем, вы просто посидите на пляже в один прекрасный день, когда без перерыва дует легкий бриз, без циклонов. После возвращения домой вы подумаете, в чем смысл этой жизни? Я просто хочу быть там. Все ваши дела. Вы не захотите сидеть в телефоне, проверять почту. В вас появится определенная целостность, потому что вы очистили свою ауру. Вы можете очистить себя воздухом. Мыть овощи — это хорошо, но вы используете химически загрязненную воду. Когда я говорю «химически загрязненная», я имею в виду хлор, который добавляют в воду. Я хочу, чтобы вы поняли. Природа жизни на планете такова, что если что-то является ядом для одного существа, это неминуемо действует как яд и на других, просто в разной степени. То, что убивает бактерии, также в какой-то степени убивает и вас, потому что вы на 52% состоите из бактерий. Это определенным образом убивает и вас. Возможно, вы не упадете замертво, но это убивает. Так что, если вы можете чем-то убить бактерию, этим вы частично убиваете и себя. Люди живут в одном месте, в таком большом количестве, не из-за любви друг к другу, а из-за жадности, своей компульсивности, и из-за чего угодно. Когда люди собираются подобным образом, происходит загрязнение на разных уровнях. Чтобы сдержать это загрязнение, мы отравляем воду, потому что в ней слишком много всего. Если вы будете пить такую воду, вы можете умереть. Поэтому вы хотите убивать. Эта химическая война идет каждый день для бактерий в воде, для бактерий в вашем теле и всего вашего организма в целом. Вы сами являетесь организмом, и вы его отравляете. Итак, лучше всего не пользоваться водопроводной водой. Если водопроводная вода не содержит хлор, это очень хорошо. Иначе, лучший способ, так мы обычно делаем в Индии. Другой воды нет. В любом случае, она вся хлорированная. Что же тогда делать? Вы можете добавить немного пепла вибутии и куркумы и замочить в этой воде овощи, скажем, на 15-20 минут. Это будет лучше, чем мыть овощи в хлорированной воде. Сегодня существуют различные способы и методики очистки воды, но они не применяются для очистки водопроводной воды. В частных домах есть различные способы очищения. желательно, чтобы хотя бы питьевая вода была очищена таким способом, который не использует химикаты. вы можете добавить в воду куркуму и освещенный пепел, чтобы не использовать воду просто из-под крана. Если у вас нет освещенного пепла, вы можете просто добавить куркуму и немного соли. Если у вас есть немного листьев нима, каждый день вы можете использовать ту же самую воду. В этом прелесть нима. Если на дне ведра с водой лежат листья нима, то каждый день в ту же воду вы можете класть овощи и держать сосуд закрытым. Это хороший способ. Металлический сосуд подойдет лучше всего. Если у вас есть медный или латунный контейнер, это лучший вариант. Но стальной и стеклянный тоже подойдут. Очищение огнем — это очень мощный способ очищения системы. Здесь, в Ашраме, мы называем это клешинашина, что означает уничтожение или сжигание загрязнений системы. потому что, если рассматривать человеческую форму, самый внешний аспект вашего тела — это Акаш. практически вокруг каждого есть от 30 до 45 сантиметров Акаша. Это неотъемлемая составляющая человеческой формы. очищение организма важно в том смысле, что простая ванна или душ, которую вы принимаете, это одна форма очищения. Вы просто омываете поверхность кожи. и, если вы обратите внимание, особенно когда вы принимаете холодный или прохладный душ, вы увидите, что это не просто очищение кожи от загрязнений. это омолаживает и очищает вас от многого. Если вы очень напряжены или вас что-то беспокоит, встаньте под душ на несколько минут, и вы ощутите некоторое облегчение. Это происходит не только из-за того, что прохладная вода течет по вашему телу и успокаивает нервы, хотя и это тоже. Помимо этого, у вас происходит определенное очищение, измерение Акаша. Точно так же, как вы очищаете тело водой, можно очистить его огнем. Это и есть клеша наша на Крия. Если человек, который делает это для вас, обучен должным образом, то в определенный момент вы увидите. Сначала это просто огонь, но потом вы внезапно почувствуете определенное освобождение внутри вас. Что-то, что было привязано к вам, уйдет. Субтитры создавал DimaTorzok ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok в описании. Субтитры создавал DimaTorzok в следующем году.